Каково быть молодым предпринимателям в Чувашии? Об этом сегодня говорили в Доме правительства. Глава Чувашии встретился с победителями-участниками регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2016». Диалог власти и бизнеса слушала наша съемочная группа. Это будущее нашего региона и локомотив в экономике, так представил собравшихся молодых людей главе Чувашии министр образования республики. Большинство из них имеют свое дело годовой оборот, которого измеряется сотнями миллионов рублей. Области самые разные – продажи косметики, кулинария, праздничная индустрия, деревообработка и изготовление мебели. Работаем мы с древесиной абсолютно разной. Несколько видов обработки – это как и сосна, береза, дуб. Делаем разные эффекты нанесения. У нас полноценное производство, начиная от заготовки древесины до отгрузки полноценной. Последние два года мы активно стали работать уже по России. У нас есть много успешных кейсов, даже в удаленных точках, таких как Салихард. И все-таки, по мнению экспертов, для малого и среднего бизнеса в России сейчас не лучшие времена. По статистическим данным, на середину 2016 года сроки окупаемости своего дела выросли, а доходность упала. Достигнуть показателей до кризисного 2013 года большинство предпринимателей планируют к середине 2017, а то и 2018 года. Исходя из вышесказанного, логично ожидать от молодого бизнес-сообщества жалоб, например, на налоговую нагрузку и избыток внеплановых проверок контролирующих ведомств. Однако выяснилось, что чувашским предпринимателям не хватает наставничества. Опыт представителей успешного и уже сложившегося бизнеса и умелых управленцев был бы кстати. Такой вопрос, некое, наверное, предложение. Больше проводить каких-то круглых столов, именно, так сказать, без галстука, и больше делиться, наверное, опытом. Нам бы, молодым предпринимателям, было бы безумно интересно, как-то пообщаться с вами более открыто с точки зрения того, как вы ведете свою деятельность, как вы управляете республикой. С этим республика помочь точно сможет, отметил Михаил Игнатьев. Руководитель торгово-промышленной палаты выступил с ответным предложением. У собравшихся уже приличный опыт в предпринимательстве. Он может быть полезен тем, кто только собирается попробовать себя в своем деле, например, старшеклассникам. Ну а основной повод сегодняшней встречи – награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель-2016». Пять человек будут представлять республику на конкурсе в Москве.